Я сегодня решила разгрузить свой гардероб, вот, и все отдаю по дешману. Не просто торговое пространство, а пространство со смыслом. На самом масштабном фесте Сибири «Гарашка» десятки мастеров рассказывают об экологическом воспитании. Предлагают изделия ручной работы, книги и личные вещи для обмена или продажи по символической цене. Вы просто решили избавиться от лишних вещей, получается? Так точно. А почему такое желание возникло? Ну, потому что их очень много, и уже все из шкафа вываливается. Я думаю, вторую жизнь можно дать вещам, и кто-то что-то, возможно, себе подберет. Я как человек, который родился в советское время, мне немного дик вот этот одноразовый мир. И я стараюсь как-то что-то, хотя бы что-то, чтобы было, ну, использовалось до того, как это будет стать негодным. Площадка для объединения всех, кто решил изменить мир. Как минимум подарить вещь нуждающимся, как максимум начать менять отношение с самого детства к вопросу потребления. Фестиваль «Гаражка» стартовал три года назад в Новосибирске. Сейчас к нему присоединился Томск, а теперь и Барнаул. Основной фокус у нас – на созданное потребление. Именно поэтому у нас есть зона гаражной распродажи, где люди могут вторую жизнь подарить вещам. Есть зона маркета, где представлен хендмейд местных и околоместных мастеров. Потому что здесь из Новосибирска сейчас приехали, из Томска есть ребята. Также у нас есть зона бесплатного обмена вещами, зона сортировки отходов – это очень важно. Крышки, зубные щетки, пластиковые карты, так же, как и одежда, тоже имеют шанс на вторую жизнь. Если сравнивать новосибирцев и нас, у кого осознанное потребление разве лучше? Осознанное потребление, да, у ребят больше, новосибирцев, больше всякого рода мероприятий, типа гаражки, свопов – у нас в этом плане поменьше, потому что у нас на весь город пока только мусора больше нет. То есть организации, которые что-то такое проводят. Кроме зоны сортировки, торговых пространств организовали и досуг посетителей. Например, зона быстрых свадеб для регистрации отношений в считанные секунды. Неофициально, конечно. Это про то, что мы друг другу доверяем и про то, что нам кайфово вместе. Я сказала это так. То есть это не то, что брак в официальном понимании этого смысла. Это про хорошие отношения. С 2019 года прошло больше 25 таких фестивалей. Каждую гаражку посетило больше 3000 гостей. Организаторы замечают, что придя однажды, посетители становятся постоянными гостями. Новосибирцы надеются, что такой формат понравился барнаульцам, и наш город еще не раз примет фестиваль. Ведь люди не просто покупают или меняются вещами, но и обмениваются чем-то более важным – культурой многоразового осознанного потребления. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.